Раз, раз. Покажу в этом видео самую простую и надежную установку вакуумной дистилляции. Выдает на 2 кВт 3-4 литра дистиллята в час из браги и 4-5,5 литра в час из спирта сырца. Конечно, для такого выхлопа вода охлаждения должна быть не выше 10 градусов. Если вода теплее, как обычно у меня до 20 градусов, то мощность приходится снижать до 1 кВт, иначе пары начинают пролетать в вакуумный насос. Вся установка сделана в домашних условиях, используются недорогие покупные изделия. Для изготовления не нужны металлообрабатывающие станки, такие как токарка, резка. Можно обойтись даже без сварки. Я все резал, сверлил, паял ручным инструментом. Система компактная. У меня зимой она стоит в квартире на полке на ванной. Давайте смотреть систему снизу вверх. Куб. Куб из пивной кеги. 50 литров. В кеге горловина, вы знаете, подходит под кламп 2 дюйма. У меня еще есть кубы на 10 и на 30 литров. Применяются, если браги мало, или надо выгонять ароматный спирт, ароматную водку. Брага нагревается непрямым нагревом. Куб стоит в мармите. Это вот эта кастрюля с водой. В кастрюлю врезан тен. Регулирование мощности выполняется, здесь плохо видно, обыкновенным регулятором напряжения дешевым. На куб установлена царга. В моем случае 2 дюймовая, 60 сантиметров. Можно и покороче. На вакууме бывает сильное взрывное кипение. Поэтому, чтобы не забрасывало брагу вверх системы, нужна вот эта вот царга. Спиртовые пары ловит конденсатор, ну или дефлегматор, изготовленный из маленькой кеги и спирали нержи-гофрыбней, около 8 метров. Конденсатор такой способен уловить на вакууме до 2 кВт энергии с куба, если используется холодная вода охлаждения. 10 градусов и меньше. На атмосферной перегонке от конденсатора утилизирует вообще любую мощность, которую можно получить в комнатных любительских условиях. Сконденсированный продукт вот отсюда, из выхода конденсатора, стекает в отвакуумированную емкость, вот по этой трубке, в отвакуумированную емкость. В моем случае это маленькая кега, 10-литровая. Чтобы знать, сколько продукта отобрано, кега стоит на весах, и по массе и спиртуозности мы можем определить, сколько литров продукта в настоящий момент отобрано. Вакуум создается у меня масляным насосом. Это обыкновенный холодильничный вакуумный насос. Для управления насосом используют датчик давления Panasonic. Вот он у меня тут вверху висит. Подключен напрямую кеги в данном случае. При падении разрежения ниже установленной границы датчик включает насос, и тот опять создает нужное разрежение. Вот это единственная электроника, которая нужна в системе. Многочисленные термометры, которые тут у меня видны, они больше нужны для экспериментальных целей, без них можно обойтись. В общем-то, есть такой метод перегонки, когда не нужен даже датчик давления. То есть можно вообще без всякой электроники обойтись. Ресивер для вакуума я не применяю. И в качестве буфера для вакуума у меня используется вот эта приемная емкость. Она используется как бы в двух целях. И как приемная емкость для продукта, и как небольшой ресивер. Можно и вообще без ресивера обходить. Если будет интерес к этой конструкции, то могу подробно рассказать про каждую компоненту, о технологиях изготовления и технологиях перегонки на такой конструкции. Также могу рассказать про сборку системы для фракционной перегонки, когда отбираются голову, тело, хвосты. Вот здесь показана эта конструкция. Чуть-чуть более сложная. Здесь уже у нас применяется вакуумный шлюз. Также могу показать технологию, конструкцию однократной перегонки с укреплением, когда из браги сразу появляется продукт с использованием многотрубной пленочной колонны, так называемой ММЦ. Подписывайтесь. Удачи вам, здоровья, в том числе и от хорошей выпивки. Продолжение следует... Продолжение следует...